Что же такое Земля? Вроде бы слово состоит из пяти букв, небольшое слово, а в себя вбирает огромную-огромную планету. Планета, на которой мы с вами живем, на которой каждый из нас родился и на которой каждый из нас добивается своего успеха. Итак, давайте поговорим, какую же форму имеет Земля, вот по вашему пониманию. Вот какая форма должна быть у Земли и откуда, каков источник таких ваших знаний, что именно она такая. Слава, ну давайте с вас начнем. Земля имеет форму шара. Форму шара. Прекрасно, все согласны? Так, откуда вы узнали, что Земля имеет форму шара? Из собственных наблюдений, или из рассказов родителей, или вам учитель, говорю на уроке. Вот откуда? Из рассказов родителей. И на карте смотрели, да? Присаживайтесь. Ребятки, а вот посмотрев на эту карту, можно сказать, что Земля имеет форму шара? Вот посмотрели мы на карту. И, Алексей, пожалуйста. Нет. А что можно предположить? Прошу. Потому что двух сторон, двух шарик, Земля, как бы приплюснут. Приплюснут, то есть как бы два блина, да? Здесь на карте изображены. Так вот, это о чем говорит вот эта вот карта? Вроде бы, какую имеет форму Земля? Вот если исходить из карты. Плоскую. Плоскую, да? Два блина. Действительно, если посмотреть на историю развития взглядов и знаний о Земле, то первые предположения были, что Земля имеет форму блина, или пирога, или кто как его называл. И этот круглый блин располагается на чем? Кто знает из вас? А? Прошу. На орбите. На орбите? Нет, это уже почти стало известно. А сначала, что ее держат три слона. Слышали о таком? Да. А три слона на чем стоят? На огромной черепахе. На огромной черепахе. А черепаха где находится? Маша, пожалуйста. Ну, где черепаха? Морская была черепаха. Где она находилась? В воде. Итак, вот это были первые представления о Земле. А знаете, кто эти представления развивал и кто вообще составил такое понимание о Земле? Прошу. Народ. Ну, правильно, в принципе, это народ поддерживал. А создавалось это все? Учеными. Учеными. Так, ну, первые ученые действительно так и предполагали. И они не могли иначе предполагать. Хорошо. Это все сторонники религии. И вы знаете, что такое религия? Церковные служители. Вот они и понимали такое строение Земли. И, в принципе, вот это все внедрялось в народ. Народ распространял. Таким образом, все вокруг знали, что Земля именно такая. Нет. Женя, ну. Нет. Вот Женя считает, что нет. Так, пожалуйста. Можно. А каким образом? Надо встать на холмистую поверхность или на дорогу. И тогда будет... Ну, покажись нам всем. Ну, покажись нам всем. Тогда будет видно круг. Это будет линия горизонта. Круг. А где он будет виден, этот круг? Вот прямо. Я посмотрел, там круг увидел. Нет, он будет вокруг тебя, только подальше. Вокруг меня, да? Так. То есть, самая-самая далекая точка Земли, она, в принципе, будет образовывать вокруг меня что? Круг. Круг. Ну, или окружность. Ладно, хорошо. Я согласен с этим. А о чем это свидетельствует? Это заканчивается этот блин, на котором я живу. И после этого блина начинается что? Там уже море, там черепаха и прочее. Так. Ну-ка давайте думаем и предлагаем. Ведь идея это правильная, я ее поддерживаю, эту идею. Так, вы, пожалуйста. Ну, Танюшка, давайте вас послушаем. Танюша, ну как, я вот стою на месте. Ну, пожалуйста. Сашу, давайте. Не увидишь этого конца. Так, то есть, мало того, чтобы стоять на месте, надо еще что делать? Передвигаться. Правильно? Могу ли я подойти к краю Земли? Нет. Представляете? А ведь действительно, люди-то искали край Земли. Раз Земля имеет форму блина, значит, у каждого блина есть начало и есть конец. Точно так же и у Земли. Должен быть конец. И люди искали. А найти не могли. Хорошо. Это один ваш пример был. А еще какой пример можно привести? Такой он очень длительный, этот пример. И для его внедрения в жизнь надо очень много времени. Ну, давайте. Ну, вот, или нет, глобус. Вот глобус это... Что такое глобус? Ну, давайте, давайте. Не бойтесь, вам никто не будет вас ругать. Так, пожалуйста. Прошу вас. Это макет Земли, уменьшенный в несколько раз. Во много раз. Вы посмотрите, какое определение. Действительно, это макет, правильно. Уменьшенный во много раз. А почему он уменьшенный-то? Прошу. Потому что планеты нельзя на карте показать. Ну, потому что наша планета неисчерпаемо большая. Действительно, для нас, по сравнению с нами, она действительно очень велика. Хорошо. А я вот, например, собрался, ну, возьмем, вот, в Ленинград. Я посмотрю на глобус, и мне покажется, что это вот шанс сделать, и я в Ленинграде буду. Каким образом-то мне сориентироваться? Далеко этот город или близко? Так, Алеша, не работаю. Валера, давайте. Ну, ну. Давайте, давайте. Катя, пожалуйста. Надо знать, во сколько раз уменьшена. Уменьшена, да, Земля? Хорошо. Во сколько раз уменьшена Земля? А каким образом я могу вот это узнать? У меня на каждой карте написано масштаб. Масштаб. Вот это еще одно понятие. Хорошо. Поднимите руку. Кто впервые слышит это слово масштаб? Поднимите руку. Никто. Так. Значит, вы все это слово раньше слышали. Хорошо. Это второе будет наше определение. Дайте мне определение масштаба. Вот что такое? Как вы понимаете? Вот масштаб это общими словами. Ну, пожалуйста. Это вот сантиметры. Они, 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 вы, надо их выразить в метрах или в километрах. В метрах. Так. Ну. В принципе, вы мне конкретное дали определение. А вот если общее, ну-ка подумайте, вот в общем виде, как мы можем. Правильно же определение дали Земле? Ну. Пожалуйста. Ну, кто? Ну еще. Несколько километров в одном сантиметре. Несколько километров в одном сантиметре. Так. Ну, это опять. Один сантиметр равен одному километру. Да? А я вот сейчас посмотрю, а здесь, наверное, больше. Ну, что точно. А? Ну, например, один сантиметр и это один километр. То есть, это очень большое число, оно может быть единиц. То есть, любые это могут быть единицы. Могут быть километры, могут быть метры. Любые. То есть, большое количество единиц уменьшенных в другие, или переведенных в другие единицы. И помещенные на карте. То есть, вот уменьшение. Правильно? И действительно пишет, что вот один сантиметр равен, там, к примеру, ну, пяти тысячам километров. Понимаете? То есть, в одном сантиметре пять тысяч километров. Теперь вы поняли, что такое масштаб? Вот. Мы с вами записывать это не будем, ввиду того, что времени у нас немного все-таки. А мы с вами это все откладываем в голове. Я думаю, что вы все это отложите. Хорошо. Теперь давайте посмотрим с вами на глобус еще раз. И посмотрим, что же здесь имеется в центре Земли. Вот это что такое в центре Земли? Кто знает? Это чисто ваше знание. И в школе вы это не изучали. Тем не менее, что же в центре Земли? Ну, пожалуйста. А? Вы молодец, вы меня поглавили на другой центр Земли. Действительно, в этой части Земли располагается экватор. А вот меня интересует, вот вверху она выходит и внизу. Что это за части Земли? Да, пожалуйста. А? Деление Земли на полушарие. Все верно. Через нее проходит деление Земли на полушарие. А вот это что такое? Ну? Вот это два полюса. Вот верхний это северный полюс. Северный полюс. Все, прекрасно. То есть вы мне все уже рассказали, но только они не заикнулись. Это ось. Вы слышали такое название? Не слышали? А вот запомните. Это ось. Но только эта ось, как предмет, присутствует на глобусе. А настоящая оси нет в природе. То есть это воображаемая линия. Воображаемая линия, которая проходит через центр северного и южного полюсов. Итак, полюсов. То есть вот посмотрите. Вверху, как мне правильно сейчас сказали, северный полюс. Внизу южный полюс. А через центры этих полюсов проходит ось. Это воображаемая ось. И вы знаете, если посмотреть на глобус, то ведь эта ось, вот на правильной глобусе, она находится под каким-то определенным углом. Потому что Земля, настоящая планета Земля, она не прямо располагается, а под углом. И об этой оси мы с вами будем сегодня еще немножко поговорим. Но вообще, в пятом классе вы с этим познакомитесь более подробно. Пария, они немножко искажены. Кто знает, что это значит искажены? Вы знаете слово, вот искаженное? Нет? То есть они неправильные. Неправильные. По своему наложению. Каким образом? Вот представьте, вот это полушарие, для того, чтобы его на плоскость расправить, его необходимо еще дополнить чем-то. Вот это дополнение и сделано для получения полушария. Поэтому люди, в основном, если измеряют и хотят точные измерения получить, то они пользуются глобусом. А если люди знакомятся со строением Земли, знакомятся со странами, которые находятся в том или ином полушарии, то они используют карту. Ну и теперь у меня к вам будет вопрос. А что же такое карта? Что такое карта? Карта. Вот то же самое. Понятие. Вот попробуйте мне сформулировать. Что такое карта? Для пособия туриста. А? Для пособия туриста. Для туриста. Так. Прекрасно. То есть мы сейчас с вами изучим полушарие и пойдем в турпоход все вместе с этой карты. Да? Все верно. В чат где-то используется туристом. А вообще, в общем виде, что такое? Девочки, вы чего это у меня сегодня зажали? Ну-ка давайте. Немножечко. Расслабьтесь и отвечайте. Ну? Настенька, пожалуйста, давай. Да? Ну, пожалуйста. Я могу ориентироваться на человека. Так, все верно. По карте может человек и ориентироваться. А вот вы там понятие вообще, что такое карта вообще? Ну, что такое карта? Ну, пожалуйста. Славьи. М? Не нарисовано в казни. В ладони. То есть это изображение... Чего? Земли. Земли. На чем? На плоскости. Ну, бумага может быть и вот такой будет. На плоскости. Правильно. Это изображение определенной территории на плоскости. Территорией может являться полностью вся планета Земля. А территория может быть и маленькая. Это вот о тех туристических картах, о которых вы мне сейчас говорили. То есть это в любом случае изображение планеты Земли на плоскости. Ясно? Вот это будет карта. Причем я должен пояснить, что карты, в принципе, бывают различные. Мы ведем с вами речь о географической карте. То есть карта, которая имеет отношение к науке географии, которая ей и создается. Хорошо. Вот мы поговорили с вами о глобусе, поговорили о карте. Теперь давайте поговорим о внутреннем строении Земли. Земля же имеет определенное строение. Так, ну пожалуйста, земную кору, да? Итак, действительно, вот внимательно посмотрите, всем видно? Все. Вот я этот глобус вам сейчас поставлю. Любуйтесь. А сюда посмотрите. Здесь изображен срез Земли. Итак, Земля состоит из трех оболочек. Вы знаете, что такое оболочка? Так, вот внутренняя сердцевина, она как будет называться? Ядро Земли. Ядро, правильно. Ядро Земли. В ней, кто знает, что происходит в ядре Земли? Как так? В ядре. Ну что там? В ядре. Пожалуйста. На горячее. Горячее, раскаленное ядро Земли. И что там идет? Она обогревает Землю. Так, о, это вы уже... Вы здесь сон. Как-то пошли глубоко. Обогрев идет с другой стороны немножечко, но... Там все, ну, круговорот происходит. То есть там процессы, да, идут? Там действительно химические процессы, очень сложные эти процессы идут. И превращение от них веществ в другие и так далее. То есть там очень сложный процесс. Пожалуйста. Магний, там круговорот происходит тоже. И за счет этого землетрясение происходит, извержение лука. Там. А это вы знаете? Следующая уже часть Земли. Вот следующая часть Земли. Как называется? Следующая. Средняя оболочка. Ну, пожалуйста. Так. Она короткая. Нет. Нет. Вот средняя. Вот была желтым изображена. Следующая. Наручное ядро. Нет. Нет. Ядро оно само включает. Внутреннее, наружное и так далее. Так. А еще? Магно. Мантия. Слушали такое? Мантия Земли. Мантия Земли. Вот запомните, кто не знал, вы должны запомнить. Мантия Земли. Вот магмата, она и изливается наружу при извержении вулкана отсюда. Понимаете? Вот из этой части. Хорошо. А последнее это что? Что последнее? Земная кора. Земная кора. Итак, вот она, посмотрите, земная кора. Это тонкая, тонкая часть планеты Земля, которая образована горными породами. А вы слышали о горных породах? Да. А вы можете мне привести пример каких-то горных пород? Любых. Не можете. Самое распространенное это гранит. Гранит. Верно, это горная порода. А? А еще? Нефть. А почему? Нефть это тоже горючий, который? Уголь. Так. А еще? А еще что? Железники. Правильно. А еще? Так. Ну, это верхний. Если брать. Самый-самый. Спасибо. Продолжение следует...